МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». В Кишиневе состоится флешмоб, цель которого показать, как можно организовать в столице дорожное движение без бесконечных верениц автомобилей и гигантских пробок. Мероприятие, организуемое муниципальными советниками от партии социалистов, покажет, что и молдавскую столицу, как и другие города, можно сделать комфортной и для автомобилистов, и для любителей двухколесного и общественного транспорта, и для пешеходов. О том, как вновь сделать молдавскую столицу городом для людей, а не чиновников, которые грабят своих сограждан. Как вернуть Кишиневу облик настоящей столицы, а не провинциального захолустья. И почему необходимо участвовать в референдуме по отставке столичного мэра. Поговорим с муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинсовым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и так, вначале о флешмобе. Почему именно такая идея родилась в качестве, ну не знаю, такого яркого образца того, в каком состоянии находится структура общественного транспорта, и как это вообще планируется провести? Для чего мы это проводим? Ну, во-первых, мы это проводим для наглядности. То есть это неоднократно делалось в других городах, но мне бы очень хотелось сделать это в Кишиневе. Я надеюсь, я потом приглашу людей. Нам необходимо определенное количество автомобилистов и велосипедистов для того, чтобы показать, что мы хотим сделать. Эту наглядную идею осуществляли в других городах. Суть заключается абсолютно проста, абсолютно логично, но она понятна, когда наглядна. К примеру, в Москве был осуществлен проект «Моя улица», она называется, около 30 с лишним улиц были реконструированы. Перед этим был проект по транспорту. Логика в нем заключается в следующем. Они сократили дорожное полотно, расширили тротуар. То есть при расширении тротуара у людей получается большее пространство для размещения клумб, для размещения террас, летних кафе, для прогулочной зоны, для отдыха, велосипедной дорожки и так далее. За счет сужения дорожной части. То есть для автомобилистов кажется абсолютно абсурдным, и может быть этиотизм, как это сужать количество полос. Вроде бы должно бы увеличиться количество пробок. А логика другая. То, что я хочу сделать, наглядно показать, сколько места занимает 100 автомобилей. 100 автомобилей перевозят 100 пассажиров. Плюс какой-то определенный крест, то есть максимум умножаем на 4. Но минимум 100 пассажиров. Такое же количество, то есть они занимают на трех полосах около квартала, приблизительно около 100 автомобилей. Такое же количество пассажиров можешь перевезти всего два автобуса или два троллейбуса. Но для того, чтобы я как водитель, а у нас в городе огромное количество людей, которые работают не выходя из офиса. То есть вы приехали на работу, вечером уехали на работу. Вам в течение дня передвигаться нет необходимости. Соответственно, если общественный транспорт будет быстро, удобно, комфортно, в любое время года комфортно, будет вас перемещать из точки А в точку Б и обратно, то есть на работу и с работой будет обратно перемещать быстро и эффективно, у вас будет стимул отказаться от своего личного транспорта. Дальше логика следующая. Для того, чтобы общественный транспорт быстро и эффективно перемещал вас из точки А в точку Б и обратно, необходима возможность этой скорости. То есть необходимо, как было реализовано... Разгрузить, получается, транспортные артерии. Разгрузить транспортные артерии и в первую очередь создать, определить выделенную полосу только для движения общественного транспорта, именно так, как было сделано в Москве. Москва огромный мегаполис. Кстати, Москва... Выделенная полоса для общественного транспорта это не прерогатива Москвы. Я такое видел и в Мадриде, и в Париже. Нет, я имею в виду, это не только Москва похожа на Кишинев, тем, что это моноцентричный город. То есть есть определенный центр, куда стягивается все население города для работы, торговые центры, магазины, офисные центры и так далее. Они стягиваются в центр, а потом они вытягиваются обратно по спальным районам. Точно так же, как у нас. У нас центр. Рыжканов, Каботаника, Буйканы, Чиканы. Все стремятся приехать в центр, потом уехать. Единственное отличие Кишинева и Москвы, во-первых, в размере, а во-вторых, в существовании метро. У них есть метро, есть огромный пассажиропоток, но тем не менее, даже выделенными общественными линиями мы стимулируем водителей откажутся от авто. То есть он будет автопользоваться, например, в выходные дни, когда он хочет поехать за город или сделать какие-то покупки и так далее. Он откажется от своего автомобиля и посадится на общественный транспорт. Если увеличится пассажиропоток на общественном транспорте, бюджет того же региоэлектрика, то есть троллейбусного парка и автобусного парка растет, соответственно, мы сможем приобретать более качественные автобусы и троллейбусы, соответственно, вырастает прибыль и мы можем развивать эти сети, переходить на более экологичный транспорт, увеличивать количество подключенных, то есть довести линии до Ставчен, либо большее количество троллейбусов на аккумуляторах, перевести автобусы на экологичное топливо. Все столицы Европы и России и Минск переходят на газовые установки, на метановые установки раз, а уже переходят на гибридные технологии раз и переходят еще на следующий газ, который более экономичен, чем метан. То есть себестоимость перевоза одного пассажира снижается, соответственно, нет необходимости в росте тарифов. В итоге все довольны. Снижается количество автомобилей, увеличится пешеходная зона, улучшается экологическая составляющая, увеличивается зеленое насаждение, а самое главное увеличится здоровый образ жизни горожан. Потому что многие из них, будучи, если будут нормальные велосипедные дорожки и не будет идиотских пробок и парковок, которые этот человек собирался внедрять, будет стимул садиться также и на велосипеды. Если необходимо, небольшой количество, ну, либо в теплую погоду. Можно велосипеды абсолютно спокойно проехать, но для этого должны быть созданы условия. Так вот, эта программа развития стратегии общественного транспорта, она существует еще с 2013 года на основе исследования немецкой компании. Немецкая компания, хочу заметить. И должна была быть внедрена с 2014 года. Но, по моему мнению, именно эта программа, которая сделала бы добро для всех кишиневцев, улучшила жизнь всем кишиневцам, она не была внедрена. Потому что жадная хищная либеральная партия во главе со своим недомерком решили пополнить себе карманы и обеспечить себе пенсионную такую старость за счет нас всех с вами кишиневцев, которым мы должны были платить им 26% от всех парковочных мест, 25 тысяч парковочных мест. То есть, в среднем умножаем на 10 лет, от 5 до 15 лет. 15 лет в центре. И 5 лет на периферии. Это знаменитая парклейштейн, как мы их называем. Австрийско-венгерская офшорная фирма, которую они собирались внедрить. Но это немалые деньги, которые хотели обложить кишиневцев вот такой данью. Хорошо, наверное, что все-таки это не произошло. Эта сумма достигает нескольких миллионов евро в год. Понимаете? То есть, мы должны были платить за это абсолютно нематировочно, абсолютно непрозрачно. 13% должен был получать Киртуак, а 13% должен был получать Гомрецкий. Именно за это они сейчас сидят. Гомрецкий, кстати, признал свою вину. То есть, внимание, одноклассник Киртуаки признал свою вину в мошеннических действиях по обману всех кишиневцев. Он об этом признал и получил, на мой взгляд, шокирующий по своей легкости приговор в 2 года с отсрочкой приговора в 3 года. Мы с вами говорили, что такие отсрочки, как правило, даются беременным. Но почему-то ему дали. Ну, неизвестно. Вот здесь вот вы показали такой наглядным образом, как работает так называемая цепная реакция. Вот когда вы рассказывали о примере, которому хотите побудить кишиневцев своим флешмобом, что, например, когда будут созданы, появятся в нашей столице выделенные линии для общественного транспорта, как следствие возникает удобство для передвижения, как следствие возникают просторные тротуары, клумбы и так далее. Вот такая наглядная цепная реакция. Мы сегодня живем в реале к другой цепной реакции. У нас есть хаотичная застройка, у нас есть абсолютно запущенный, как мне кажется, общественный транспорт, и мы являемся свидетелями тех или иных схем по относительно честному отъему денег у кишиневцев, ну, в данном случае через земли. Но вот если закончить тему транспорта, вот ваша оценка сегодняшнего состояния общественного транспорта столицы. В каком вот мы находимся в состоянии, есть перспектива развивать тот уровень общественного транспорта, который вот сегодня мы наблюдаем? Что, на ваш взгляд, необходимо? Ну, помимо того, что организовать правильную логистику движения транспорта посредством вот таких вот выделенных линий, что еще необходимо внедрить в системе обслуживания пассажиров? Вы знаете, по моему мнению, в организме, который болен раком, вот раковая опухоль, Это кардинальный взгляд. Это кардинальный взгляд, но он абсолютно наглядный. Простому человеку нужно наглядно показать. Простым кишиневцам, которые не специалисты по транспорту, или которые не занимаются городскими вопросами, или которые это абсолютно не интересуют. Но разбирается в медицине. Да, но разбирается в медицине, политике и так далее, и так далее. Как в футболе у нас все разбираются. Ну, три вещи, в которых все разбираются. Наглядно нужно продемонстрировать. Так вот, когда человек больной раком, и вот раковая опухоль, когда сватывает часть организма, единственное спасение и удаление это раковой опухоли. Точно так же с либеральной партией. Если оставят этих товарищей дальше, они налибералят полную весь город. Они уже себе накертачили вот выше крыши. Ну, смотрите, больного раком, как бы ты его не приукрашивал, брови не подводил, не пудрил и так далее, ему легче от этого не становится. Точно так же делает этот Киртуак. Он что сделал? Ну, построил он ротонду. И вот он сейчас в сетях, недавно был ролик, я не знаю, кто это снял, ребята, достаточно талантливые, перерыты. Характеризует абсолютно этот город. Вот украсить его каким-то элементом и гордиться этим. Ну, молодец, сделал. Но, во-первых, ты договаривай о том, что ты когда сделал ротонду, во-первых, эта идея была городская, энтузиастов, которые собирали деньги на это, он просто украл идею. Молодец, что сделал. Но сделал как? Из бюджета было выделено 12 миллионов, он потратил 15 миллионов. 3 миллиона куда? Накиртуачил, налибералил себе в карман. Так получается. Ну, может быть, появились какие-то там, не знаю, подземные вводы. Ну, возможно. Какая-то, может быть, кладка неустойчивая. Но вот эти вот неучтенные дополнительные расходы, они на всех проектах появляются. Олег Курсо, Колумна, Алба-Юлия, вот это ремонт, Комсомольское озеро, это его знаменитое, которое он хвалится, вот я сделал и так далее, и так далее. Они же нам до сих пор не показывают стоимость этих проектов. Таким образом, какие-то мелкие проекты, которые показательны, это пиар-ход, этот парень из шоумен, иди веди себе «Спокойной ночи, малыши», то есть, или там «Сказки для взрослых», чего он больше умеет, я не знаю. Иди занимайся шоуменством, иди веди дискотеки. Там столько не платят. Ну, возможно, да. Здесь суммы, конечно, гораздо больше, и вот этот шоу по названиям «Либеральная партия Унири», она, к сожалению, принесла ему большую прибыль. Я надеюсь о том, что он прибыль не сможет потратить у себя в судьбе. Так вот, когда человек болен, важно кардинально излечить. Кардинально излечить в данном случае, это первое, убрать либеральную партию от власти и в Кишиневе, и вообще, на мой взгляд. Следующее, необходимо, чтобы здоровые силы, которые не будут заниматься политикой в городе, будут заниматься только градостроительством, будут развивать этот город, наконец-то актуализировали генплан. У нас, в самом деле, генплан есть в 2007 году, и на основании генплана сделан регламент в 2008 году, но он устаревший. Он и так сделан с большими ошибками. Специалисты не понимают, что с этим генпланом. То есть, там огромное количество несоответствий строительным нормативам. Эти красные линии непонятно, как были расчерчены. К примеру, красная линия расчерчена посередине здания Примарии. То есть, как сносить половину здания Примарии. То есть, абсолютно некомпетентно сделала, и об этом все специалисты говорят с окуларами. Напрямую, ну, генплан надо актуализировать. Может быть, выгоден именно такой генплан, потому что, смотрите, сегодня абсолютно никто не смотрит в этот документ. Никто на его основе не проектирует или не планирует строительство, которое у нас возникает. Ведь мы видим, как отрезаются целые зоны из жизненного пространства кишиневцев. Детские площадки, спортивные площадки, ведь помнят многие на Чеканах замечательная спортивная площадка. Там и в Рейбе, и в футбол играли. Она уже исчезла, стерли с лица земли. А вы помните, он как с броневика, он на машину залез, здесь будет стадион и так далее. Ну, вот будет стадион, там его нету. Вот, а этот человек, правда, под домашним арестом, но сидит все-таки под домашним арестом. Я думаю, что вы абсолютно правы. генплан это конституция города. То есть, как должен развиваться город, в каком направлении, какие приоритеты. А если есть такая конституция, то соответственно, пренебрежение к ней. Да, соответственно, когда курица лапой нарисовала, вот такая у нас и конституция, такое у нас и развитие города. И ни одной попытки, хотя по закону, каждые 4 года должны актуализировать генплан, ни одной попытки актуализировать не было. Вот сейчас мы актуализируем и проводим, должны утвердить техническое задание на проектирование дорожно-транспортной схемы муниципи Кишинева. То есть, дорожно-транспортная схема новая, она не разработана, мы только утверждаем цели, то есть, что нужно сделать. После этого будет проведен тендер, и тот победитель тендера, Кишинев проект или другие есть, проекторский урбан проект, который разрабатывал генплан, другие организации, они уже будут развивать дорожно-транспортную схему. Потом мы должны утвердить зональный план сектора центр, района центр, центрального района. Мы должны наконец-то, навсегда запретить многоэтажную застройку, уплотнение застройки в центре, потому что это привлекает дополнительное количество автомобилей в центр, и у нас и так сплошная пробка. А после этого мы должны утвердить глобальный генплан города и утвердить новый регламент, в котором будет четко, функционально указано, где, что и как можно строить. Вот тогда организм заработает. Но, к сожалению, мы видим остаточные попытки. Я представитель земельно-строительной комиссии. Ну, представьте себе, вот в четверг, я в четверг ближе к вечеру, я узнал о том, что в пятницу будет заседание земельно-строительной комиссии. Материалы я получил где-то около четырех вечера в четверг. Вот я до двух ночи сидел для того, чтобы изучить материалы. Там больше 30 материалов, 18 из них пузов. Что такое пузов? Это зональный градостроительный план. То есть, это разрешает вместо, ну, допустим, коммерческого строительства разрешает строительство многоэтажных зданий. Вы понимаете, вот насколько идиотизм, насколько непрофессионально, насколько издевательство на и так больным организмам голосовать за эти пузы, вообще разрабатывать их. Ну, к примеру, я абсолютно не имею против, неважно, какого экономического агента, я не дискриминирую по каким-то признакам страны, вида деятельности и так далее. Я отношусь к точке зрения развития города. Вот фирма Додеман собирались построить вместо акционерного общества Пели, это бывший Ишкош, на Измаловском мосту с левой стороны, когда мы едем в сторону Табачки, собирались построить огромный гипермаркет строительных материалов. Кожзавод. Мы когда-то на публичных слушаниях об этом говорили и высказывали в протоколах, записывали огромное количество замечаний. Мы когда-то, я лично, заблокировал и просил, нельзя голосовать за этот проект в таком виде, какой он есть. Почему? Потому что строительство огромного гипермаркета возле табачной развязки, самая сложная развязка в муниципе Кишинева, заблокирует вообще возможность такого строительства. Давайте сначала построим развязку, потом строитесь, ради бога, так, чтобы не мешать движению. Они собираются построить объект, который будет ежечасно привлекать дополнительно около 500 автомобилей. А в момент строительства тоже транспортом будет обслуживаться все это? Как они собираются эти многотонные грузовики там продвигать? Они, на мой вопрос, каким образом человек, который хочет в центр посетить их магазин, что он должен делать? Он должен доехать до табачки, развернуться и приехать к нему обратно. То есть плюс 500 автомобилей час, нагрузка и так самый сложный участок у нас, скорее всего, в нашей дорожной сети. Когда я задаю вопрос, а каким образом фура будет выезжать? То есть заезд, понятно, у них со скоростной, с Калибисарабией, а выезжает? Они говорят, под мостом. Там очень высокая проблема. Вы заедете, посмотрите, там под мостом фура вообще может проехать или не может. Понимаете? Они такого не смотрят. Им не важно, им важно разместить там, торговый объект, заработать свои бабки, а что будет с народом и абсолютно вплевать. Сегодня я ко всем жителям обращаюсь. Посмотрите внимание, что творится на табачном кольце. Вообще, что творится сегодня в городе? Я с телецентра добираюсь до центра около 40 минут. Я сегодня должен был поехать в Супротен на встречу с рабочими и рядом еще одно, один экономический агент с агитацией за референдум. Я минут 30 ехал в саму транспортную развязку табачного кольца. И вот мы туда хотим еще что-то посадить. Так вот, таких 18 пузов. Кроме того, некоторые пузы, зональные планы, которые разрешают строительство объекта на той территории, которую раньше не разрешал, он предусматривал, допустим, коммерческое строительство. Они уже построены. Вот мы едем в сторону. И теперь уже вступает схема судов. А теперь вступает схему коррупции, за которых надо посадить и дать по шее еще. Понимаете? Вот Бачойска. Мы едем в сторону аэропорта, поворачиваем налево. С левой стороны мы видим два 16-этажных блока. Как будто они только сейчас приходят к нам и говорят, давайте поменяем зональный план с коммерческого строительства на многоэтажное строительство. Ёлшкинское. Вы уже построили объект. Вы уже сдаете его в эксплуатацию. И они сейчас хотят изменить зональный план. Ребята, это коррупция. Вопрос возникает. Как выдали сертификат дюрбанизма? Прокуратура куда смотрит? Я бы сказал, куда они смотрят. В прямом эфире нельзя, по-моему. Я не знаю, куда смотрит прокуратура, но это абсолютное нарушение. Это коррупция. Это по-другому. То есть, представьте себя на месте, подумайте, о чем думал главный архитектор, который подписывал градостроительный сертификат с нарушениями. Без изменения зональности. То есть, если ты главный архитектор и ты знаешь, что зона не соответствует такому строительству, и ты разрешаешь строительство 16-этажного здания, ты совершаешь преступление. Это либеральная команда. Они постоянно так делают. Дальше, они проектируют дом, приносят тебе документы, ты подпишешь авторизацию. Ты же видишь, что зональный план не поменяли. По генплану строительство многоэтажного здания строить нельзя. Он подписывает авторизацию на строительство 16-этажного здания. И сейчас пересдача в эксплуатацию, когда мы наблюдаем за каждым моментом, они решили вдруг поменять зональный план. Потому что знают, что если сейчас архитектор подпишет, мы ему голову оторвем. Но это невозможно. Мы каждый объект проверяем. И они знают, это они решили вдруг прийти. Возле цирка строится 5 16-этажных зданий без изменения зоны. Это на том месте, где планировался стадион? Или через дорогу? Нет, знаменитый бейсбольный стадион с мирового уровня, который... Там уже зарыли эти надежды. А нет, там господин Топало часто шашлыки жарит. Вот он, в принципе, для этого стадиона и держал. Они собирались там супермаркет строить, а это все остальное ветер в глаза. Это с левой стороны, это ближе к улице Кали-Бессарабии, то есть за церковью. Вот мы когда приезжаем, с левой стороны церкви мы видим, они уже подняли 9 этажей, приблизительно 9 этажей. Так вот сейчас они к нам повторно приходят с зональным планом и говорят, разрешите нам многоэтажное строительство. Так вы уже строите. А там не оползневая зона? Я стесняюсь спросить. А вот там оползневая зона. Там... Один из самых первых карьеров, который был в Кишиневе, там находится, там старый заброшенный карьер. Кроме того, там шахта, Кишиневская шахта доходит именно до цирка, практически доходит. То есть я не знаю, каким разрешили. Это коррупция. Вот всех, кто подписал данную авторизацию, данный градостроительный сертификат, нужно посадить. А у нас что они делают? Люди, которые купят квартиры, это, мягко говоря, герои. Если не сказать... Я знаете, как... Вот сейчас, насколько я знаю, гражданское общество собирается внедрить карту проблемных застроек. Черные метки такие. Да, черные метки. Они говорят о том, что все незаконны. То есть дали авторизацию, как бы считается законом. Но авторизацию дали в нарушение закона. То есть данная стройка считается незаконной. Понятно, окончательный вердикт выдает суд. Но мы это видим и мы доказываем. Говорят, ребят, ну вот по черным, по белому написано. В зональном, градостроительном плане по генплану здесь строить многоэтажное здание нельзя. Как вы дали разрешение? Благодаря взятке. И нам сообщают. 50 тысяч, 100 тысяч евро дают взятку. Понимаете, мы когда нас обвиняют в том, что якобы мы участвовали на скандальном... Я, кстати, в ближайшее время выйду с пресс-конференции, где главный архитектор имеет квартиру в одном из комплексов, где мы скандали. Нас обвиняли, что мы... Мы удивляемся, как им дали авторизацию строительства в этом комплексе. Ну, теперь ответ очевиден. Выясняется, у человека там около 100 квадратных метров квартира, которая стоимостью под 80 тысяч евро. 80 тысяч евро! И мы удивляемся, а как они выдаются авторизацией? Александр, у нас миллиард, мягко говоря, вытянули из кармана, а мы говорим о каких-то 80 тысячах. Вот тот, кто смотрит, он, наверное, так улыбается. Хотелось бы вот еще о чем поговорить. Вы часто, ну, как бы, к вам обращаются люди, выезжаете на те или иные, скажем так, скандальные происшествия, когда жильцы домов сами выходят отстаивать свои права, уже потеряв надежду на полицию, на прокуратуру, на здравый смысл чиновников, выходят и стоят перед забором той или иной стройки. Вот один из последних случаев, это, я так понимаю, по улице Киевской, там и привлекали при Туру-Рыжкань, то есть дом 16 дробь 4. Если можно, ну, детали, в чем суть, почему люди возмущены происходящим на этом участке? Суть заключается в абсурде. Жители дома, там на самом деле заключаются в конфликте между нескольких соседей, там один сосед, ну, то посчитал, что он более правильный сосед, чем все остальные. Коллектив соседей за собственный счет благоустроил себе небольшой там цветник, небольшие парковочные места для самих себя, причем не нарушение регламента закон. То есть 30 сантиметров небольшое железное ограждение, которое было спилено в прошлом году, они меня звали еще в прошлом году, сказали, мол, так и так, приту распилила. Но, извиняюсь, так как у них не было схемы размещения благоустройства вот этого, я не настаивал, я им сказал, ребята, получите схему, заверьте эту схему у архитектора и притуры Рыжкановки, потом, может быть, у главного архитектора или в архитектуре. После этого у вас будет план благоустройства, на основании которого вы спокойно сможете благоустраивать. Они это сделали. У них есть план благоустройства. Но вдруг сосед пишет жалобу в притуру. Притура, вместо того, чтобы помочь жителям благоустроить свой район, который они или свою территорию возле дома, который они за свой счет делают, они приходят и срезают заборчик, там не забор, со штырями и так далее. Там просто небольшое ограждение для того, чтобы дети не топтали газон и не портили деревья. Все. Там абсолютно никому не мешает. Я советовался сегодня с главным архитектором показываю фотографии. нормальным. Абсолютно соответствует тому, что указано в плане размещения. Приезжает вице-притер, спилит все. Полиция мне задает вопрос. Они смотрят, они некомпетентны, они смотрят на план, схему благоустройства. А вообще притер правильно поступил? Я говорю, вы как считаете? План, схема утверждена, архитектура притуры утверждена, главным управлением архитектуры утверждена, утверждена. Какого? Самоправства, получается, я сказал жителям, пожалуйста, вы имеете право абсолютно подать в полицию заявление самоправства притуры и привлечь того соседа, который пишет кляузы к ответственности. Ну, в данном случае вот такой небольшой местный конфликт, но тем не менее сегодня женщине стало плохо. У нее упало давление, она потеряла сознание. Я вынужден был вызвать скорую, приехала в скорую, действительно, очень низкое давление. Она отказалась от госпитализации, но тем не менее, вот из-за таких нервов, не чтобы притура помогала. Кстати, притура в Шкановке недавно был, ну, такой небольшой казус, но показательный. Один из магазинов возле себя благоустроил за собственный счет. Ко мне просто тоже написали в социальной сети. Люди, которые знают тот, кто благоустроил данную территорию перед своим магазином. Магазин за свой собственный счет больше 100 тысяч потратил на газончики, на скамеечки и так далее. Притура просто написала притура и так далее и все лавры повесили себе, мол, это мы сделали. А люди, ты думаешь, что это претер занимается? А на самом деле, это же экономический агент сделал. Вот тут так вот у нее работает. Во всем этом нечто общее, что с тем, что происходит сегодня в столице, многочисленные такие примеры противостояния кишиневцев, чиновников, бизнесменов. И все время получается, что по одну сторону баррикад простые люди, по другую сторону баррикад чиновники, предприниматели и, трудно сказать, еще кто, частные охраны агентства, которые, знаете, скованы нечто общим. Одной цепью коррупции, я бы так сказал. И огромное количество жителей вынуждено обращаться. И я искренне извиняюсь перед всеми жителями, лично я, мои коллеги, мы не успеваем все сделать, мы не успеваем реагировать, у нас есть система, мы работаем, мы огромное количество материалов перерабатываем, начиная от строек, кончая жалобы по поводу животных. Вот мы сегодня видели акцию продолжают травить животных, к сожалению, кто-то принес труп животного к примарии, перед этим видели в сетях, как молодой человек боролся в некрополе и так далее. по различным вопросам. Мы стараемся всем гражданам помочь. И люди видят надежду, видят о том, что, и, кстати, мы тоже видим, когда плоды нашего труда, они приносят результат. То есть видно, что мы делаем. То есть, если раньше нас абсолютно игнорировала та же полиция, та же прокуратура, цена, сотрудники притуры, сотрудники примарии игнорировали полностью, то сейчас, когда приходишь, они понимают, что если он не выполнит просьбу гражданина, законную просьбу гражданина, то, что он обязан сделать, то ему мало не покажется. И люди в связи с этим продолжают обращаться. И я хочу разъяснить всем кишиневцам о том, что, уважаемые кишиневцы, сила только в вас. Если каждый из вас будет сидеть один дома, мы один, вот палец ничего не может сделать. Когда мы объединяемся в кулак все вместе, тогда мы сила, тогда мы можем что-то сделать, тогда мы можем остановить незаконную стройку, когда выходит 200 человек на улицу. Мы можем остановить незаконную стройку, если там действительно грубые нарушения. Да, бывают случаи, когда нарушения незначительные, скажем так, или у человека право собственности, приобретенное на аукционе. Вот как недавно у нас было разбирательство на том же московском проспекте угол Бубновского, в воде фуршета, прошу прощения. Это по-старому Бубновского? Да, по-старому Бубновского, новое название, не Буребиста, выскочил на название, я извиняюсь. Участок, глупо, согласен, глупо, но он был продан в 98-м году на аукционе нашими коллегами. Ну, что мы сейчас можем сделать? То есть, срок исковой давности прошел, частное право на собственное закреплено Конституцией. В этом случае, да, мы должны все равно приходить к какому-то общему выводу, должны воздействовать на застройки, чтобы он учел интересы жителей, но полностью запретить мы не имеем возможности. А что собираются строить там? Там трехэтажный торговый центр собираются строить, мы против торгового центра, потому что он прямо на углу Московского проспекта возле фуршета и мешает, там парковка накладывалась на парковку жителей, мы разбирательно разбирались, вот у них было недавно несколько встреч, они меня не приглашали на данную встречу. Ну, посмотрим, что дальше будет. То есть мы обратились в госторую инспекцию, всю необходимую юридическую процедуру мы сделали. В Кишиневе, я понимаю, что явно недостаток торговых площадей, нам необходимы новые магазины, новые рынки, и, видимо, бизнес стремится удовлетворить эту потребность кишиневцев, ходить по магазинам. Мне кажется, это столько излишне сегодня, и все это в черте города, так несовременно и абсолютно бездарно. Ну, понимаете, должна быть современная тенденция развития городов идет следующее. Сначала должен быть человек, потом велосипедист, то есть сначала пешеход, потом велосипедист, потом должен быть автомобилист, если это вернуться к дорожно-транспортной схеме. Точно так же у нас, если в торговом смысле этого слова брать, то есть парадигме мыслить, сначала должен быть человек, а потом уже интересы экономических агентов. Должен развиваться весь город ради удовольствия, ради комфорта человека. Тогда мы будем жить с большим удовольствием в этом городе, нам будет удобно, комфортно и безопасно в этом городе жить. Но когда делается все через одно место, когда делается руками, которые привыкли только шоу устраивать, естественно, в этом городе ничего не получится. Естественно, этот человек, он правит только для того, чтобы награбасывать больше денег. И естественно, он подчиняется воле экономических агентов, которые его тупо, как проститутку, простите, покупают, И он выполняет, подписывает все документы для них. Он не думает о развитии города. Мы недавно участвовали на нескольких публичных слушаниях. Еще раз повторюсь, это специально для некоторых экономических агентов, которые думают, что я против них. Я не против них, я за развитие города. Вот между улицей за Элатом, там три зональных плана на самом деле. Там один супермаркет, одно строительство и еще одно строительство. Супермаркет привлекает около 400 автомобилей. Это между улицей Дичибал и Зелинского, и улицей бывшего Старого. И еще собирается 30 многоэтажных зданий. 30 многоэтажных зданий. Это около 3000 квартир. Плюс еще, если частно, приблизительно 500 автомобилей, которые будут приезжать в супермаркет. Вот представьте себе, все они заезжают либо с Зелинского, либо с Дичибала. Но выезжать они все куда будут? Все хотят в центр. Они будут выезжать к улице Старого. А улица Старого у нас, переулок, ну ничего ты с ним не сделаешь. Там везде дома посажены. Ты его никак не расширишь. То есть это будет вечная пробка для жителей ботаники. И когда ты им объясняешь, вы понимаете, что вы для жителей сделаете сплошной ад. Я вам желаю, чтобы вы в этом одужили. Давайте тем, кто там реализует, пусть живут на углу этих домов. Но они же не хотят там жить. Они живут в своих коттеджах, которые благодаря коррупционным деньгам себе построили. Получают квартиры в новых комплексах, где они за взятку подписали авторизацию на строительство, в том числе бывший главный архитектор, который в черном списке, благодаря нему огромное количество памятников было разрушено. Об этом гражданские активисты говорили. Нет, бывший главный архитектор размещает огромные объекты, абсолютно не просчитав транспортную способность. Ребята, давайте сначала утвердим новую дорожную транспортную схему и под нее будем размещать объекты, зная о том, что данный объект на данный транспортный узел не окажет существенного влияния. Либо если он окажет влияние, тогда экономический агент обязан это влияние устранить. То есть сделать развязку, расширить дорогу, что-то сделать, чтобы людям была хорошая пропускная способность, чтобы люди не страдали. Но они же об этом не думают. У меня возникает такой вопрос. Почему наше развитие столицы происходит вовнутрь себя, а не наоборот, например, чтобы осваивать территории вокруг Кишинева? Это продиктовано генеральным планом, который так скроен, неудачно, как мы с вами оценили. Либо здесь еще есть какие-то причины? Причина в тупости руководства. Это единственная причина? Это единственная причина и в экономической составляющей. Во-первых, если бы руководство было достаточно мудрым, оно бы, Киртака, кстати, неоднократно на телевидении высказывался, в необходимости интенсивного развития города. То есть уплотнение застройки. Ребята, город Кишинев нельзя вечно уплотнять. Особенно в центральной части, которая привлекает автомобили. У нас есть резервный фонд и есть зоны развития Кишинева. Да, к примеру, в том же Тагатина, в тех же за Полтавским шоссе, там часть территории к Трушенам относится. Это надо проводить переговоры с Дурлештами, с Трушенами. Надо переводить переговоры с Тагатина. В сторону аэропорта надо проводить переговоры с Бачойским местным советом и Примарем, для того, чтобы они утвердили ту схему, что мы хотим сделать. Но если город за свой счет проведет туда газовые сети, канализацию, воду, электросети... Я думаю, как раз местные власти ответят положительно. На мой взгляд, да, они должны положительно к этому отнестись и даст застройщикам куски территории, в которых будет уже определено, что они могут построить. К примеру, в данной территории вы можете построить только пятиэтажное здание. В данной территории вы можете построить шестнадцатиэтажное здание. Застройщику остается просто цветовое решение и архитектурное решение, как и что он будет делать, и качество отделки. То есть, дорогое, недорогое. Торговые площади, наверняка, какие-то, которые или там социальные структуры. А, ну, по СНИПу градостроительства, эти застройки территории, и в законах в 835 градостроительстве предусмотрено, при строительстве комплексной застройки территории необходимо учитывать, и есть норматив, на каждый гектар земли должно, во-первых, указываться плотность населения раз. Указывается необходимость, то есть, количество социальных объектов, школ, детских садиков, спортивных сооружений, зеленых населений. Это все есть. Это не надо придумывать. Это все есть. Просто прочитайте СНИП. Я не профессионал, но я способен открыть СНИП и посмотреть, что, ребята, у вас 2 гектара территории. А сколько у вас должно быть социальных объектов? У вас должно быть столько-то социальных, где они? Нет. Потому что социальный объект невыгодно строить. Они сдают взятку для того, чтобы получить авторизацию без социальной инфраструктуры, без социальных объектов. Вот как у нас происходит развитие, а не как должно быть. А должно быть, именно мы должны, город, провести коммуникации к тем зонам. Давайте, например, Буйканы-2, то есть за Полтавским шоссе. Там огромная территория. Вполне могли развивать ту зону. Там есть предусмотренная развязка, спокойный заезд на ту территорию. И комфортно город бы развивался. Пожалуйста, за строчки, соревнуйтесь за определенный объект на основе аукционов. Застраивайте и соревнуйтесь ценой, качеством. То есть за клиента соревнуйтесь. Было бы нормальное развитие, но они же предпочитают там же дорого не продаж. Правильно? На периферии. Дорого продаж в центре. И все стремятся в центр. А вложения те же. А вложения те же. Да, понятно. Ну, под занавес нашей сегодняшней встречи, о чем хотелось еще поговорить. Осталось несколько минут. Кишиневцы обратили внимание на новый вид деятельности дорожной полиции. Или патрульной полиции. Не знаю. Ну, вот недавно премьер-министр даже выступил по этому поводу. То есть что происходит? Почему вдруг, ну, не знаю, патрульная полиция стала дорожной или дорожная стала патрульной? Вот объясните простым кишиневцам вот эту инновацию. Ну, смотрите, я далеко не первый раз утверждаю и на заседаниях примарии, и на заседаниях группы по разработке генплана я утверждаю о том, что помимо дорожно-транспортной схемы, соответственно, она не будет работать, если не будет работать полиция. То есть помимо разрешающих принципов, должно быть санкционный принцип. Если водитель вдруг решил остановиться на линии и пригородить дорожное движение, ему захотелось что-то купить, понимаете, и он не будет за это санкционирован, оштрафован, его машина не будет на штрафплощадку переведена, то есть эвакуирована, соответственно, стимула соблюдать правила дорожного движения не будет. Если здесь запрещена парковка или стоянка, значит здесь должна быть запрещена парковка или стоянка. Я житель телецентра. Я с телецентра, добраться до центра, около 40 минут у меня в среднем занимает. Почему? Все очень просто. Дело в том, что когда спускаешься по улице Осаки, обязательно кто-то паркуется возле поликлиники МВД чуть-чуть ниже Докучава с левой стороны, обязательно кто-то в позе ЗЮ должен припарковаться на половину корпуса на дороге. В итоге три полосы, они превращаются в одну полосу, потому что с правой стороны остановка. И плюс еще троллейбусы достаточно активно. Бутылочное горлышко тормозит движение. Дальше спускаемся ниже, круг возле Гаудиамуса, бывшего 40 лет, с правой стороны у нас Министерства здравоохранения. Знака остановки, либо стоянки запрещено, нет. В итоге те, кто приезжает в Министерство здравоохранения, ставят машину на третьей крайней правой полосе, те, кто едут по крайней правой полосе, вынуждены перестраиваться в среднюю полосу, зажимая те, кто едет по средней полосе. Те зажимают те, кто слева. В итоге у нас перед кругом постоянная пробка, едем дальше, птичка. В основном движение стремится налево, в сторону улицы Матиевича. Кто-то обязательно, хотя там есть знак, обязательно должен припарковаться возле птички, разгружается он или просто что-то купил. Неважно, если бы там стояла полиция, либо полиция часто курсировала, снимала номера и штрафовала, водители бы рано или поздно осознали необходимость соблюдения правил дорожного движения, и это было бы комфортно для всех. Но они, к сожалению, предпочитают тормозить за превышение скорости, еще за что-то, еще за что-то, но регулировать движение, на этом же деньги не заработаешь. Вот если они начнут регулировать движение, вот я заметил последние два дня, кстати, очень очаровательно, там же возле птички стоял молодой человек, который, видя о том, что поток с телецентра идет, он остановил движение в сторону телецентра возле тюрьмы и давал преимущество тем, кто поворачивает налево в сторону Матиевича. И поток быстро разгрузился. Точно так же, смотрю, на чеканах стали делать, на уколе, вот это нужно было делать не сейчас, показательно, то есть это популизм в данном случае, показательно, потому что премьер попросил, и надо ему там галочку поставить, потому что он решил очередную проблему. Это нужно было всегда делать, потому что это обязанность дорожной полиции. Ну, опять же, мы говорили о том, что есть некая цепная реакция, вот если отмотать назад, то здесь тоже есть причина, которая привела к этой цепной реакции. Но я думаю, что мы неоднократно еще об этом поговорим, о цепных реакциях, которые привели нашу с вами столицу, любимый наш город, к тому виду, в котором он сейчас находится, и от которого мы хотим спасти. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Я хочу, с вашего позволения, секунду, обратиться к жителям города Кишинева. Уважаемые кишиневцы, я всех очень прошу, мне необходимо для наглядности примера, как можно развивать общественный транспорт, мне необходимо в субботу в 9 часов под мостом на телецентре 100 автомобилей и 100 велосипедистов. Это мероприятие буквально на полчаса, для того, чтобы показать, сколько места занимает 100 автомобилей и сколько пассажиров может уместиться в 2 автобуса. Это занимает значительно меньше места, и нам будет наглядно и четко понятно, почему нужно развивать общественный транспорт, и почему этот идиот захотел развивать парковки для того, чтобы зарабатывать деньги. Это строго, абсолютно противоречит стратегии развития общественного транспорта. В субботу в 9 часов приходите под мост на телецентре. Спасибо. Спасибо. Я думаю, кишиневцы вас поддержат, как собственный на референтуме, который пройдет 19 ноября по отставке столичного мэра. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok